Тот неподвижный образ жизни, который мы ведем, к сожалению, в самоизоляции, то есть не ходим, больше лежим, больше сидим, работает не на руку нашему здоровью. И есть такие случаи, и они произошли недавно в нашей клинике, когда привозят свою маму, сын, мама, которая страдает повышенным давлением, ожирением и варикозным расширением вен нижних конечностей, венозной недостаточностью. Что смутило сына? Смутила одышка мамы, которая усилилась со временем. И в данной ситуации молодцы, они не растерялись, они приехали к нам. При обследовании, это УЗИ вен нижних конечностей, компьютерная томография, ультразвуковое исследование сердца, у пациентки была выявлена тромбоэмболия, которая, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, то есть тромбы, грубо говоря, улетели из нижних конечностей в легкие. В 90% случаев эти события заканчиваются летально, но здесь, слава богу, обошлось, вовремя ее сын привез к нам, ну и пациентка была госпитализирована в специализированное отделение. Группа риска по тромбоэмболии являются пациенты с малоподвижным образом жизни, гиподинамия в данном случае, ожирение и хроническая венозная недостаточность, все, что ведет к застою жидкости, застою крови в нижних конечностях. И, собственно говоря, все это послужило факторами, спровоцированными образованию тромбов в дальнейшем эмиграции их вот легкие.